Вот тот кофер, продающий, когда народ приехал, он мне тоже был очень приятный, когда они сказали, что мы уже прочитали текст и говорим, откуда они все знают, но тогда еще они, в смысле, вы организаторы, да, то есть народ не очень понимает, как все это работает, откуда они, организаторы, знают, вот что мы именно вчера такими словами думали, именно про это. Вот это, конечно, очень приятно. Вы не передаете ничего, просто что вы были информационные, это одно. А рассылка по продажам где-то совершенно другая, то есть нельзя осесть и сказать, так, сегодня я напишу вот это письмо, текст, то есть на дне работаешь и устраиваешь мейдмейк рассылку, план пишешь, стратегию, да, и уже под каждый фрукт уже пишешь отдельное письмо. И причем, ну, даже не знаю, стоит расплывать секрет или не стоит, маленький секретик, то есть рассылка это как сериал по телевизору, когда ты закинуешь в каждом письме маленькую, такую штучку, что же будет в следующем, чтобы человек ждал в следующем письме, именно, чтобы он ждал. То есть о следующем письме, ну, поговорим там, или где-то на полусловия порвать, или еще что-то. Но это в любом случае, это структура четкая, выверенная. Не просто так. Даже если вам кажется, что в хороших рассылках, на первый взгляд, может показаться, что проявляются письма с одного и с второго. Это четкий расчет. Про счет я бы поставила, да.